Смотрите далее в гражданской обороне. Новые друзья Российской Федерации. Нищие и тоталитарные. Раз мы живем в отражении воров, нам надо иметь каких-то надежных друзей. Вот таких друзей, как Северная Корея. Прощай продажная Европа. Здравствуй, Ким Чен Ын. Моразм российской пропаганды. Россия на сегодняшний момент створюет такой образ Пивничной Кореи, позитивный образ. Бал сумасшедший. Как граждан РФ готовят к российскому чучхе? По духовному своему развитию они гораздо чище и выше, чем мы с вами, чем западное общество. В Российской Федерации полным ходом идут приготовления к параду. 70-летие победы в Великой Отечественной войне Кремль собирается отметить с помпой. Ким Чен Ын согласился приехать в Россию в мае 2015 года. На празднование юбилея победы его еще в мае пригласил Владимир Путин. Визит Ким Чен Ын у всех на устах, а Бараба и Меркель трясутся в кустах. Маючи спильный кордон, тобто на далеком сходе, Ким Чен Ын очевидно на своем фермовом бронепоезде, как его батько своего часу приедет на святкувание 17-летней перемоги. 31-летний правитель тоталитарной Северной Кореи считается невыездным. Его не признает даже соседний Китай. Зато новая империя зла готова открыть объятия дружественному диктатору. В их СМИ существует искривленное представление о мире. То есть не надо над этим смеяться, надо применять как факт, что сегодня российские граждане реально верят, что они живут в окружении врагов. Поэтому, раз мы живем в окружении врагов, нам надо иметь каких-то надежных друзей. Вот таких друзей, как Северная Корея. Население Северной Кореи уже много лет находится на грани голодной смерти. Страна буквально зависит от поставок продовольствия от ООН. При этом там процветает жесточайший культ вождя. А деньги вкладываются в ядерное оружие. Больше 20 миллионов людей, которые голодают сегодня на территории Певничной Кореи, это, власне, есть обличие Ким Чен Ына. Для любой цивилизованной страны Северная Корея – изгой. Ким Чен Ын на параде победы в Москве – это очередной вызов мировому сообществу. Лидеры Германии, США, Литвы, Эстонии уже заявили об отказе приехать на празднование победы в Москву. Президент США не поедет на празднование 70-летия победы в Россию. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не поедет в Москву на торжества, посвященные 70-летию победы над фашизмом. Ранее от поездки в Москву уже отказались президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Естественно, что Путин, которого не пригласили даже на 70-летие освобождения Освенцева, который освобождали солдаты Первого Украинского фронта, вот это явилось, в общем-то, глубочайшим знаком его унижения. Путин – это человек, который не любит унижения. Продажные Европой – вероломные штаты. Они накладывают санкции, требуют демократии и прекращения войны в Украине. Другое дело – родственные тоталитарные режимы. На сближение Северной Кореи Кремль пошел еще пару лет назад. В мае 2014 года Москва списала стране почти весь долг в 11 миллиардов долларов. Фактически РФ простила республике деньги, предоставленные СССР. Россия и КНДР договорились об урегулировании долга в 11 миллиардов долларов, заявил сегодня замминистра финансов Сергей Старчак. Политологи уверяют – сближение РФ и Северной Кореи закономерно. Два режима становятся все более схожими. Россия и деду цех возрастка, и деякие нормы начинают копироваться. Напротив, Россия начинает быть введена с обороны на частые выезды государственных чиновников. Громадянам Россия забороняют категорично тримать гроши в Захидном банке. Конечно, железный занавес только начал опускаться, но тенденция уже прослеживается очень четко. Понятие «свобода слова» в РФ превратилось в пустой звук, даже в интернете. Депутаты считают, что пора покончить с анонимностью в интернете. В Совете Федерации сегодня прозвучало предложение о создании в России собственного интернета, закрытого от Евросоюза и США. Невиданные силы пропаганды объясняют все неудачи страны или просто выдумывают достижения. Так сборная Северной Кореи, не принимавшая участие в чемпионате мира по футболу, умудрилась этот турнир выиграть. Сборная Северной Кореи выиграла чемпионат мира по футболу. В финале наша команда победила бразильцев, поэтому плачет, а наши радуются. От северокорейской пропаганды российская не отстает ни на шаг. Каждый день Кисельов ТВ сообщает гражданам РФ о мифических ополченцах и врет о том, что русских солдат на Донбассе нет. У США до сих пор нет никаких доказательств подтверждающих слова Киева о вводе российских войск на территорию Восточной Украины. Далее основополагающая общая черта – то, что скрепляет нацию в единое целое. Северную Корею и Россию объединяет неистовая ненависть к США. Вот как преподносят ненавистный Запад в тоталитарной Северной Корее. А это уже пример российской пропаганды. Трушатся основы общества, называющего себя высшей демократией. Американцы не верят в Америку. О том, что Лос-Анджелес – американская столица бездомных, нам рассказывают гораздо реже. Это долговая забастовка. Кредиты молодым людям все равно погашать нечем. Люди растерянны, потому что они уже не могут позволить себе того, что могли позволить себе их отцы и деды. Самым главным в нищей и буквально умирающей с голоду стране, конечно, является персона лидера Северной Кореи. Один диктатор сменяется другим, но народную любовь не иссякает. Великий руководитель, гений руководства, новая звезда, блистательный товарищ, гений среди гениев. Все это Аким Чен Ине. Лидеры Кремля россияне почитают не менее. Таким образом, северокорейская идеология тоталитарного государства во главе с диктатором удивительным образом во многом совпадает с идеологией русского мира. То, что в России все больше и больше действует режим фортец в облозе, то это действительно реальный факт. Режимы Кремля и Пхеньяна словно идеологические братья. Они одинаково боятся Запада, ненавидят демократию, а единственный способ сохранить власть – самоизоляция. По духовному своему развитию они гораздо чище и выше, чем мы с вами, чем западное общество. Это кажется параллельной реальностью или сном. Но нет, это первый канал российского телевидения. И это ток-шоу о Северной Корее. То, как они относятся к жизни, совершенно тех людей, которые были рядом с нами, не интересовало никакой материальный достаток. Они не заражены этим вирусом стяжательства, которым мы сегодня все болеем. Не потому ли, что они голодают, им просто нечего стяжать? Взгляните на настоящие кадры из Северной Кореи. Но участники этого торжества пропаганды все видят по-другому. На ток-шоу все гости наперебой хвалят тоталитарную ядерную страну с запуганным и голодным населением. Вот эти двадцать миллионов северных корейцев это новый тип корейских людей. Новый тип людей. Понимаете, это присутствует новый тип людей. Абсолютно верно. Нам может нравиться или не нравиться, как они живут, но они живут совершенно со своим внутренним миром, своей внутренней диалогией и другими устремлениями. Все стремятся, особенно наше старшее поколение, бабушки, дедушки, родители, стремятся именно в Северную Корею. Сама Анита Цоя за природой в Северную Корею почему-то не спешит. Зато туда съездил один из самых верных прихлебателей Кремля Александр Проханов. Поездкой остался доволен. Для начала по традиции плевок в сторону Запада. Я не поехал в Европу, в эту холеную, изныренную сытостью и непониманием современных проблем. Затем, по словам преданного лжеца пропаганды, журналист оказался в раю. Можно подумать, что я попал в рай земной. Нет. Совсем нет. На кадрах Проханова почти нет людей, что естественно. Ведь то, что в Корее не нищета и разруха, то не больше, чем бутафория для иностранных СМИ. Это было бы смешно, если бы не было по-настоящему страшное. Для чего в России распространяют откровенную ложь о диктаторской стране? Люди, которые живут в прошлом, они говорят про какие-то велетенские амбиции, про панувание в свете, про какие-то разные неокоммунистические идеи. Но Россия тем и схожа на Северную Корею, что они живут в прошлом, они живут вшануванием диктаторов. Политологи уверены, россиян постепенно готовят к тому, что и сама РФ станет чуть улучшенной версией Северной Кореи. А в том, что такой образ жизни самый лучший, россиян убедит вездесущий рупор Кремля. Ну а почему люди верят в маячни в разъепятых намовлят в Украине? Потому что идет достаточно потужное информационное упражнение людей, промывание мисков. И они верят, у них нет другой альтернативы. Если говорить про это каждый день, то, конечно, какие-то сомнения будут зарождаться. Действительно, что, возможно, в Кореи там рай земной, и люди проживают, и на Соложице просто обожняют кем-то. Ира, Инна, и всю их династию. История делает очередной виток. Когда-то диктаторский режим северокорейского лидера Ким Ирсена приветствовал товарищ Сталин. Сегодня, фактически, Россия начинает исповедовать риторику позднего сталинизма. Как известно, товарищ Сталин в последние годы особенно дружил, сильно развивался с Китаем, стал особенно дружить с Северной Кореей. И, собственно говоря, благодаря этой политике Сталина произошла корейская война, разделение ныне корейского полуострова на Северную и Южную Корею. Сегодня в России активно возрождается культ Сталина. В Воронежской области жители хутора Атамановка поставили без Сталина на собственные деньги. Госдума обсудит вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Сказал самую великую, самую большую в мире державу. Как и когда-то, Иосиф Виссарионович, нынешние руководители Кремля полагают, что с Западом дружить выгодно. Но внутри страны стоит руководить лучше, авторитарно уничтожая независимые СМИ, оппозиционные партии и подавляя бизнес. Как когда-то в СССР, как уже почти 60 лет в Северной Корее. Сегодня в Российской Федерации вместо материального благополучия людям предлагается некая абстрактная, но очень важная духовность. Это страна-цивилизация, чьи пределы, миссия и смысл бытия определяются духовными ценностями, идеалами, идеалами, историческими и культурными памятниками, святынями. Разница только в названиях. В Корейской Народно-демократической Республике голод и изоляцию оправдывает идеология под названием Чучхе. В России такое же оправдание преступлений против своего и других народов называется русским миром. Голодная, нищая и тоталитарная Северная Корея подается в российских СМИ как процветающая страна с людьми особого типа. Вместо лидеров успешных западных стран на празднование 70-летия Победы в Москву приедет Ким Чен Ын. Политологи уверены, новые друзья империи зла отражают печальное, голодное и тоталитарное будущее самой России.